Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Муж очень верит в различные приметы, а я нет. Нужно ли их соблюдать ради мира в семье? Хороший, непростой вопрос. Есть два варианта, два пути. Первый нам проложит апостол Павел. Братья пишут, что если впадет человек в некоторое согрешение, вы духовные, мы же духовные, конечно, исправляете доковага в духе кротости. Вот это у нас, у духовных очень не хватает. Исправлять других в духе кротости. Исправляем в духе морализаторства, нравоучительства, высшего по отношению к нишам. Наблюдая каждый за собою, в первую очередь, чтобы не быть искушенным. Ну, кого в чем осудишь, в том сам и побудешь, говоря простым языком. Второй путь нам предлагает апостол Петр. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Во как! Мне кажется, второй путь предпочтительный. Потому что, ну, допустим, говорит ваш супруг, ни в коем случае не передавай через порог ничего. Или деньги через окно. А ты берешь на зло ему, как знающая, и через порог передаешь, на пролом идешь, через черных кошек с пустыми ведрами, переходящие тебе дорогу. То что? Он же немощный, верю, он боится. Он понимает, что сейчас наступит что-то страшное, и у него просто будет все из рук валиться. Потому что он запрограммирован на то, чтобы у него все было плохо. Ибо по вере вашей да будет вам, говорит Спаситель. Веришь, что произойдет несчастье по какой-то примете? Ну, так оно и будет. Не потому что примета работает, потому что вера твоя работает по попущению Божьему. Ибо кому ты веришь, тому ты и раб. Раб бедный бабулечек с пустыми ведрами. Раб соседок, которые приходят срочно за спичками или за солью. Раб домашних животных, которые ходят сами по себе, куда им сбредется, вздумается. Но не раб божий. Поэтому учить, наверное, не стоит. И сказать один раз надо. Потому что ты знаешь, вообще христианство против суверии. Оно в них не верит. А христианство — это не просто какая-то, религия одна из многих. Это истина. Это единственная правильнаславящая, чтущая Бога, религия. Это истинное мировоззрение. В ней нет ни капли лжи. Если говорит, что не бойтесь того, чего боится этот народ, не страшитесь, чтите Господа Савуфа. Он страх ваш, он трепет ваш, то все, больше никого не боимся. Никаких суверий, никаких порч, заговоров, сглазов, ничего. А он еще слаб в вере, он не может это принять. Поэтому, мне кажется, будет правильнее при супруге делать так, как он верит. Подождать, пока кто-то другой перейдет этот путь с черной кошкой, проложенной, такой невидимой. Ногу поставить на порог, когда что-то кому-то передаешь. Ну, куда он видит? Ну, а когда не видит, конечно же, делайте так, как вам совесть велит. «И приобретайте мужем не словом, а житием своим». Когда он будет видеть, что ты даже игнорируя его требования и предписания, все равно и благополучно, и состоятельно, и богато, а главное, спокойно, без каких-либо неврозов, которые обильно приходят в головы и сердца всех тех, кто верит в какие-то суеверия. Без этого никак. Гороскопы тоже те же самые суеверия, только еще хуже, если честно. Еще хуже. Ну, давайте подытожим. Помните слова апостола Павла, который говорит, что идол в мире есть ничто, поэтому он спокойно мог вкушать идоложертвенное мясо, потому что он не считал, что оно принесено идолам, которых нет. Говорит, но я-то знаю, а другие смущаются и думают, что я оскверняюсь тем самым. И чтобы не смущать слабых вере, я вообще никакого мяса не буду есть вообще вовек. чтобы не стать соблазном для немощных вере. Так вот и здесь не становитесь соблазном для немощного верить в человека. Ну, вот, не одалживайте после шести. Сейчас так записали все там православные христиане. Батюшка на экзегете сказал не одолжить после шести. Да, отписка. Или наоборот, наконец-то мудрую батюшку позвали, который знает, знает, наши бабушки так говорили, они были не глупые люди, они веру сохранили. нам не дано предугадать, как слово наше отзовется иногда. Вот, иногда там скажешь какую-нибудь цитату из Евангелия, которая является прямой речью осуждающих пьяниц, обжор, серебролюбцев. Как будто ты ее читаешь, ее из контекста вырезают, и получается так, как будто ты к этому призываешь. о времена о нравы. Вот, ну, второй раз давайте попытаемся подытожить. Переобретайте супруга своего житье своим, чтобы они видели ваше чистое и богобоязненное житие, и тем самым приобретались для церкви Христовой, для Бога. И чем больше будет воцерковляться ваш супруг, тем меньше будет верить всякую чепуху. И когда-нибудь через годик-другой будет сам смеяться. Ну, каким же был вроде здоровый дядька, серьезный, должность большую возглавляю. А какой все-таки был глупенький и наивный. Но пока ему сами об этом не говорить. Пусть он сам к этому придет. Это будет лучше всех назиданий, упреков и рассказов о том, какой же он плохой христианин. будет плохой христианин, может стать плохим мужем и уйти к плохой неправославной девушке, которая его там не грузит, не билет и не рассказывает, какой же он суеверная зараза. Так что будьте аккуратны. лучше плохой мир, чем добрая война. Но в семье всегда будет любовь, взаимопонимание и снисхождение к немощам друг друга. Носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.